У меня был очень хороший друг, которому мама запретила общаться со мной, потому что она боялась то, что эти пятна могут передаться ему. Знакомые некоторые смеялись, когда не знали, что это такое. У меня был момент, когда у меня были белые пятна вокруг глаз, и летом у меня все спрашивали, что я загорала в очках или уснула под солнцем в очках. Я стеснялась пойти, например, плавать на озеро в купальнике, так как мне будут видны мои пятна. Витилиго — это депигментация кожи, то есть потеря меланина в определенных местах. Витилиго — это болезнь. Она, наверное, не такая страшная, как другие болезни. Это такой, скорее, косметический дефект, когда кожа теряет пигмент, меланин и белеет. Ну, не только кожа, волосы. Витилиго — это признак посаженной иммунной системы. Почему она у меня появилась? В маленьком возрасте я болел бронхитом, и меня кололи одними антибиотиками, мне помогали, вторыми антибиотиками мне помогали. И, соответственно, спустя полгода, месяца 8, ну, когда мне исполнилось 2 года, появились первые появления витилиго. В виде белого цвета бровей и ресниц. Около 4 лет назад у меня на голове начали сидеть волосы. Как мне показалось, то, что, скорее всего, стресс какой-то, потому что в то время я очень долго болел. Различное воздействие препаратов, я думал, то, что просто после стресса организм так отреагировал. Но позже на пальцах у меня начали появляться белые пятна, затем на локтях и на коленях. И позже мне пришлось обратиться к врачу, так как я не на шутку испугался, и мне стало интересно, что это такое. У меня витилиго появилось примерно лет 6 назад. Я точно не знаю, с чем это связано, но я это связываю со стрессом, скорее всего, потому что мне делали операцию на перегородке носа. Ее делали под местным наркозом, и я очень сильно перенервничала в тот момент. И где-то через месяц у меня появилась первая пятнышка. Оно росло, и количество пятнышек увеличивалось. Сначала появилось на руке, под глазом, а потом как-то везде. Сейчас у меня больше половины тела покрыто пятнами витилиго, поэтому в основном я скорее уже белая, чем темная. Изначально я была очень смуглая, еще и с веснушками. У меня витилиго появилось в 7 лет. На спине появились небольшие белые пятнышки. Мама забила тревогу, мы пришли к кожнику. Осмотрела два врача, прежде чем вынести диагноз. На тот момент это было довольно редкое заболевание. Но мне повезло в этом плане, потому что у меня нет витилиго на лице. Преимущественно на ногах, боках и спине. Также локти. Изначально было тяжело, особенно когда пятна появлялись на лице, и они были очень видны на смуглой коже. Я замазывала всеми тональными кремами. Я кожу, которая белая, мазала темным тональным кремом, а все остальное лицо мазала светлым тональным кремом, чтобы это все выровнять. Но все равно было немножко заметно. Было тяжело, но со временем они росли. И сейчас, когда у меня уже, в принципе, они незаметны, я живу обычной жизнью и сама не замечаю их. Сейчас мне тяжело, я полностью смирилась, приняла, и все хорошо. В данный момент я бы не сказала так, но когда я была маленькая, я помню, как лет в 11-12 приехала в летний лагерь, и первые пять дней было жутко жарко, и первые пять дней я ходила в джинсах, просто потому, что не хотела, чтобы дети увидели мои пятна, чтобы они изначально привыкли ко мне, как к человеку, и только после я начала носить шорты, то есть мучилась пять дней в джинсах. Я стеснялась пойти, например, плавать на озеро в купальнике, так как мне будут видны мои пятна. Тоже, когда кожа загорает, пятна становятся ярче, это привлекает внимание. Но я не могу сказать, что меня обижали по этому поводу или как-то плохо относились. Я такой был практически изначально, насколько я себя сознательно помню. Детская реакция на мою внешность. Конечно, у детей появлялось любопытство, и они иногда интересовались и спрашивали, что и как, и почему. Соответственно, мне было несложно ответить, что это моя особенность. На данный момент с этой болезнью я не могу сказать, что мне живется тяжело. На первых этапах было сложно, так как я был ребенком. Были люди, которые не знали, что это такое. Звучали даже иногда неприятные фразы. Я думаю, что это было начиная с момента, когда они появились и до окончания переходного возраста, потому что это такой наиболее уязвимый период, когда внешность играет несомненно важную роль. Помню, как на свадьбу родственников мы даже пытались замазать пятна тональником, что, конечно же, не вышло. В принципе, я ходила в открытой одежде, но в моменты, когда я попадала в новое общество, в какую-то другую среду, и мне необходимо было социализироваться, я не хотела, чтобы упор шел изначально на мои пятна, чтобы видели их, а потом меня. Я никогда ничего не подкрашивал, ничего. Максимум, что я делаю, это прячу руки в карманы и все. Хотя это скорее уже как привычка, чем то, что я хочу, допустим, чтобы мои руки не попадали под солнце, и это как-то не развивалось. На видимых участках тела у меня есть пятна на руках. Это очень заметно, когда я ношу футболки. Ну, вообще все, что без рукава, на шее. Это уже никак не спрячешь. Это только если надо водолазки под самое горло надевать. Ну, и ноги, если я их открываю. Сейчас я пятна не прячу, но все равно я стараюсь носить такую достаточно закрытую одежду. Ну, и летом, естественно, приходится прятать. Ну, не то, чтобы я прятала их специально, чтобы люди не видели, просто у меня уже такой образ жизни. Может быть, изначально это было связано с Витилиго. Я на самом деле до сих пор хожу летом в джинсах и в жару ношу длинное платье, ношу там шифоновые блузки с рукавами, когда жарко летом. Ну, потому что, во-первых, я не хочу, чтобы кожа загорала. Во-вторых, когда кожа загорает, они еще более явно видны, потому что я смуглая. Ну, вот сейчас, да, сейчас я ношу такую закрытую одежду. Мне самой так комфортнее. Мама предложила тоник, чтобы немножко замазывал вот эту пигментацию нарушенную. Ну, как-то попробовал, что-то подумал. А зачем? Ну, в прошлом году ходил в парикмахерскую. Бровь покрасили, ресницу и часть виска. Я, соответственно, наравне с остальным оттенком волос. Интересно просто было посмотреть на себя. Ничего особенного я не заметил, что поменялось. Как-то не особо почувствовал, что что-то стало лучше. Не нужно комплексовать. Это изюминка. Не то, что люди сами делают путем тутерировки, пробития ушей и чему-то еще особенному. Это естественно. Ну, не наказание, это не такая болезнь плохая. Есть люди с разными тонами кожи. Вот можно считать, что есть и такой тон кожи, и пятнистый, светилиго. И, ну, главное принять себя и полюбить таким, какой ты есть. И тогда люди тоже перестанут обращать на это внимание. Я не скажу, что испытываю какой-то суперсильный прессинг от окружающих, однако такие взгляды, они все же присутствуют до сих пор. Зачастую странные взгляды в метро, но это уже привычка. Например, спрашивали, может быть, у тебя колготки порвались? Это ожог? А что с тобой такое? Если говорить о моих друзьях, то они просто обожают мое витилиго. Они говорят, что это делает меня уникальной и не похожей на остальных. Но я не могу согласиться на 100%, так как я бы абсолютно прекрасно себя чувствовала и без пятен. Им это интересно. А в основном потому, что я общаюсь с молодежью. Глупых вопросов никогда не поступало в мою сторону именно витилиго. Единственные вопросы, которые задают, это, а откуда оно появилось? То есть, а как это передается? Ой, а что это такое? Дети, особенно маленькие, если бы они такое увидели, то началось бы, скорее всего, какое-нибудь засмеивание, гнобление. Но мне в этом случае повезло, потому что меня окружали хорошие люди. И для них ничего не представляло со мной общаться, потому что у меня витилиго. На самом деле люди реагируют вполне нормально. Есть у меня знакомые несколько девушек, которые думали изначально, что наоборот у меня кожа светлая, а у меня какие-то пигментные пятна, типа большие родинки. И они очень удивились, когда сказал, что нет, я вообще-то смуглая, это мой натуральный цвет. А знакомые некоторые смеялись, когда не знали, что это такое. У меня был момент, когда у меня были белые пятна вокруг глаз. И летом у меня все спрашивали, что я загорала в очках или уснула под солнцем в очках. Довольно-таки бывает иногда по-разному. Иногда кто-то думает, что испачкался, указывая, что у меня на лице. Другие говорят, что особенность какая-то, что не как все. В основном реакция положительная. Когда вот она только начала появляться, у меня был очень хороший друг, которому мама запретила общаться со мной, потому что она боялась то, что эти пятна могут передаться ему. И поэтому долгое время не общались с ним, и вот только недавно продолжаем общение. Я помню, совсем недавно купила платье с открытой спиной, и вышла в нем в город, подошел мужчина и сказал, девушка, у вас спина белая. А мама, когда узнала, что я вышла в платье, то есть было совсем немного видно пятен, она сказала, что тебе не стоит носить это платье, вот, сними и больше не надевай. Ну, я помню такой случай. Проходила маленькая девочка с отцом, наверное, мне было лет 12-13. Соответственно, начал окривляться, высказывать в мою сторону по поводу моей внешности из Витилига. Потом я увидел, что отец ее все-таки начал ставить на место и поручивать. Ну, я, наверное, не сталкивалась с тем, чтобы кто-то меня обижал, оскорблял. Я боялась этого очень сильно, что будут люди как-то реагировать неправильно, будут думать, что это что-то плохое. Но такого не было. Наверное, с большего это потому, что Витилига застала меня уже в осознанный этап жизни, когда училась в университете, и там уже люди более умные и не задают всяких глупых вопросов. Нельзя загорать, и это самое грустное для меня, потому что я в детстве очень любила загорать. Я уже говорила, что я была смуглая, и теперь мне приходится прятаться летом от солнца, носить закрытую одежду. Когда долго пребываешь на солнце, пятна краснеют. Если нет никакой защиты, то есть обычно я использую 50 плюс SPF, они могут покраснеть и жутко болеть на протяжении нескольких дней. Но я знаю, что парня не берут в армию. Там нужно три пятна размером с монетку и все. С этим не берут в армию, потому что эта болезнь не изучена, и, как я понимаю, ее сейчас не изучают. Думаю, что хуже может стать из-за того, что будут какие-то большие физические нагрузки, и поэтому с этим не берут. Потому что если взять человека с витилигой, и, допустим, он начнет как-то развиваться, то это можно спокойно подать в суд, и 100% человек выиграет это дело. Витилига у меня появилась на лице, соответственно, я не пошел служить в армию. Абсолютно запрещен солярий. Также алкоголь и вредные привычки употребления цитрусовых. Ну, то есть, можно ограничивать себя во всем, но не факт, что ты излечишься в любом случае, поэтому я считаю, что нужно просто жить, не зацикливаться так сильно на этом.